Юрий Фарзонович, ну по традиции, первые итоги матча. Ну, во-первых, я длинно очень знакомый с обоими тренерами. Восеньки, ну, знаю, фактически, с юных лет, да, еще и как-то общение такое было. Ну, несколько меньше, младше меня, и поехал через этот, и, в принципе, всегда, когда в школе работал, всегда такие ребята у них были хорошие, невероятные. Сегодня дали площадку, в принципе, условия хорошие, и очень хороший сплав опыта и молодости, возможности есть. Я очень рад за этих ребят, что, надеюсь, у них задача, которая есть, решат, ну и покупку поздравил у них. То, что касается, в общем-то, самой игры, конечно, мы понимали, с кем играем, 10 или сколько они, 11 туров, когда выигрывают подряд, и программка это обозначена. Наша задача, в общем-то, на остаток сезона достойно выиграть, и выходить, и продолжать играть, и не обращая внимания, в общем-то, на таблицу. И сегодня, прежде всего, я и в прошлый раз отметил, хоть Аланию не выиграли, но то, что футболисты, многое, может быть, и не получаться, не то, что они отдаются, то, что они, в общем-то, насколько сегодня готовы, стараются все делать, это не отдать. Ну и в первом тайме много было выходов неплохих, да, при посылах, потому что можно было забить, может быть, концовки не хватало, и как-то гола. Мы на это обращали, что переходы из обороны в атаку хороших у соперника, и быстрые, качественные игроки, поэтому все равно оголили правый свой флаг и пропустили быстро от обороны. Ну, в итоге, в итоге, в общем-то, надо отдать должное команде, имея характер, два раза отыгрываться, и, в общем-то, даже при любом счете, когда игра не закончена, я считаю, что это заслуживает того, чтобы это было отмечено. Ну, так, наверное, учитывая вот характер матча, как он двигался, наверное, вполне заказанно, видимо счет. Юрий Фарзуевич, на Ваш взгляд, каким образом сказался вот кубковый матч, который привели к крылью Советов в среду, на сегодняшнем матче? Какой печаток на Ваш взгляд? Ну, я Вам хочу сказать, конечно, это дополнительно, мы об этом тоже говорили, но, во-первых, ты анализируешь соперника, да, и мне, мои помощники, тот же Казалов говорит, что у них, посмотрите, Камбаров там, да, не играет, Канунников, который в Зените играл, Кабутов то играет, у них достаточно народу, что называется, на два состава, и он говорит, вот к чему нам надо стремиться, чтобы была большая обоина. И, в принципе, ротация для команд, вот таких, которые ставят большие задачи, она, в общем-то, вполне приемлема. И в этом плане вот сегодня невозможно обозначить позицию, которая, в общем-то, у них была, не соответствовала бы тому, что играли в предыдущем матче. Поэтому, я уже сказал, Кубок, наверное, это дополнительные, да, какие-то, но у них есть возможности, в общем-то, передвигаться комфортно, у них есть все для того, чтобы восстанавливаться. Эта команда много лет играла в премьер-лиге, и, безусловно, безусловно, тот состав, который есть, об этом, в принципе. Даже не нужно большим специалистом быть, чтобы понять, что они имеют и опытных футболистов, которые поиграли на достаточно высоком уровне, они имеют и среднее звено, и, в общем-то, добавили туда молодежь. То есть, наверное, им легче, чем кому бы то ни было в первом дивидене, производить, в общем-то, ротацию и не ослаблять состав.